Ахотида Ахотида – сухопутный брюхоногий моллюск из-под класса легочных улиток. Широко распространен в странах с тропическим климатом. Высокоинвазивный вид является вредителем сельскохозяйственных растений, особенно сахарного тростника. Находится в списке из 100 наиболее инвазивных видов. В настоящее время дальнейшее расширение ареала Ахотины остановлено благодаря строгим мерам по поддержанию карантина. В Европе, в том числе и в России, где выживание Ахотин по климатическим условиям в природе невозможно, они часто содержатся в качестве домашних животных. Улитки Ахотины характеризуются внушительными размерами и считаются самыми крупными представителями своего класса. В естественной среде или в максимально приближенных к ней условиях их длина составляет до 25 см. При этом панцирь вырастает до 30 см. Средние размеры этих моллюсков варьируются от 12 до 15 см. Раковина коническая. Чаще всего бывает закручена против часовой стрелки, хотя встречается и обратное направление. У старых Ахотин раковина имеет 7-9 витков. Окраска раковин зависит окружающей среды и рациона питания. В большинстве случаев на ней наблюдаются полосы красноватых, коричневых и желтых оттенков. Взрослая Ахотина весит 150-250 граммов. Этот показатель напрямую зависит от условий содержания. На голове моллюска, кроме ротового отверстия, располагаются щупальца. Подвижный и длинный орган с глазами на конце. Расстояние, на котором способны видеть Ахотины, составляет не более 3 см. Вместе с тем эти особи достаточно чувствительны к освещению. В особенности это касается яркого света. В его восприятии участвуют не только органы зрения, но и светочувствительные клетки, расположенные на теле. Во рту улитки находится примерно 25 тысяч зубов, представляющих собой своеобразную терку, предназначенную для перетирания пищи. Такой аппарат носит название радула. Родина Ахотины в Гигантской – прибрежная часть Восточной Африки, где относительно высокие температуры сочетаются с высокой влажностью. Не позднее конца XIX века улитка с помощью человека была перенесена в Индию и до Маврикии, а в начале XX века попала на Шри-Ланку, остров Малайского архипелага и в Таиланд. Во время Второй мировой войны японские и американские военные способствовали расселению вида далее на восток, на Гуам, Гавайские и Марианские острова, а также Калифорнию. Во второй половине XX века моллюск был зарегистрирован в Новой Гвинеи, Новой Ирландии, а в конце XX века улитка была обнаружена на островах Карибского моря. Улитка осваивала самые разнообразные биотопы, в том числе прибрежные низменности, речные долины, светлые леса, кустарниковые заросли и поля сельскохозяйственных культур. Последнее обстоятельство стало причиной признания организма не только инвазивным видом, но также сельскохозяйственным вредителем. Моллюск активен при температуре от 9 до 29 градусов, при температуре от 2 до 8 впадает в состояние оцепенения, то есть в спячку. Ахотины питаются зелеными частями растений и плодами, предпочитая мягкие или разлагающиеся части растений. Пищевые предпочтения меняются с возрастом. Молодые особи предпочитают живые растения, а более старые – мертвые гниющие растительные остатки. С возрастом растет число потребляемых в пищу растений. Для построения раковины охотины охотно скоблятые висковые породы, раковины мертвых моллюсков и скорлупу яиц. Иногда поедают животные белки. Продолжительность жизни охотин в домашних условиях от 5 до 10 лет. Сколы и трещины на раковине являются основной причиной, по которой их жизнь может сократиться. При появлении такой проблемы поврежденные места обрабатывают обеззараживающим составом, а саму улитку на некоторое время отсаживают от остальных особей. Ахотины – гермафродиты, поэтому их не разделяют на самок и самцов. Для их разведения будет вполне достаточно двух взрослых особей. Оплодотворение ухотин всегда внутреннее. Яиц в кладке около 200. Улитка может сделать 5-6 кладок ежегодно. Размер одного яйца составляет 4,5-5,5 мм. По форме оно напоминает куриное. Яйца имеют белый цвет и довольно плотную скорлупу. Развитие эмбрионов возможно при температуре от 24 градусов. Продолжается оно от нескольких часов до трех недель. Новорожденные ахотины первое время питаются остатками собственного яйца. Ахотины достигают половой зрелости в 6-15 месяцев в зависимости от климата. Все время жизни они растут. Однако после первых двух лет жизни скорость роста замедляется. Ахотины ведут преимущественно ночной образ жизни. Хотя бы влажную погоду могут выползать и днем. Обычно же в светлое время суток они проводят в укромных местах, зарышать почву и активизируясь лишь через 2 часа после заката. Было доказано наличие ахотин в долговременной памяти. Они могут запоминать все, что происходило в течение одного часа. Могут запоминать расположение источников пищи и возвращаться к ним. Молодые особи более подвижны и преодолевают большие расстояния в течение дня, а также способны к дальним миграциям. Обычно для отдыха в одно и то же место они не возвращаются. У старых же улиток, напротив, имеется место, где они предпочитают отдыхать и откуда выползают на поиски питания, не удаляясь более чем на 5 метров. Для чего же держит улита кахотин? Это необычные и интересные домашние питомцы, которые требуют минимум времени для ухода. Подходят аллергикам. Есть у них ценные свойства, которые успешно используют в косметологии. Для плавного перемещения и для заживления подошвы, которые соприкасаются с поверхностью, улитка выделяет муцин. Лечебные свойства улиточной слизи успешно используются для восстановления кожи, омолаживающего эффекта, лечения ран и ожогов. Ахотины еще и самые умные своего отряда. Эти улитки запоминают хозяев в местах, где можно найти еду и даже способны к принятию решений. А о том, что они красавицы, даже говорить нечего. Продолжение следует...